Это программа «Игра в классики». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. Черти обложили Киево-Печерскую лавру. Ее наместника Павла нелегитимным судебным решением отправили под домашний арест. Верующих провоцируют, а в помещениях и храмах лавры орудуют вооруженные люди, а также нацики. Все, как в произведении уроженцев Полтавской губернии, действительно нечисть повылазила отовсюду, чтобы захватить, осквернить лавру. Пусть мои формулировки не кажутся вам слишком жесткими. У стен лавры действительно нацисты, фашисты, язычники, нанятые провокаторы и просто безумцы. И все они слишком напоминают бесноватых. Собственно, иначе как шабашам это не назовешь. Однако у этого шабаша есть вполне конкретная политическая цель. Уничтожить православие в Украине, а вместе с тем и задавить все русское. Как мы помним из Евангелия, Иисус говорил, отдавайте Богу Божья, а кесарю кесарем. Собственно, из данного тезиса вытекает разделение церкви и государства. Однако в реальности, конечно, все обстоит совсем иначе. Впрочем, напомню, и самого Христа, проповедовавшего о любви и Боге, распяли по политическим мотивам. Хотя он не говорил о политическом устройстве Римской империи или Иудеи. Оставьте меня с преступником наедине. Здесь государственное дело. Тут я сделаю небольшой, однако, как мне кажется, весьма любопытный исторический экскурс. В 7 веке каролинги, разгромив арабов и контролируя большую часть Европы, решили, скажем так, воссоздать Римскую империю. И для этого им понадобилось подчинить себе церковь. Вот тогда каролинги запустили реформы богослужения, григорианского пения и христианской молитвы «Символ веры». Ну а вот главным пропагандистом тогда выступил английский монах Алкуин. Именно он разработал и внедрил следующий принцип. Согласно данному принципу, Папа Римский должен был защищать веру, а император – христианский мир. То есть одно необратимо спаивалось с другим. Если ты против императора, значит ты против Христа. Собственно, в основе пресловутого разделения и противостояния Запада и России, католичества и православия, о чем многие не знают, только представьте себе, лежит спор о филиокве. Напомню, а может быть кому-то расскажу, что филиоква – это дополнение к молитве символ веры. Об исхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Сына. Ну, казалось бы, что до этого современному человеку, который, в общем-то, и не знает, что такое филиоква. Однако, казалось бы, из-за этой небольшой вещи и раскололась церковь, разделилась церковь. Но тут надо отметить, что тогда, в те времена, значение имело абсолютно все. Даже то, к примеру, на какой закваске делали церковный хлеб. То есть, западная церковь предпочитала пресный хлеб, а восточная – традиционную квасную закваску. Вот даже о таком спорить. Вот на этот счет у Глеба Шульпикова, поэта, есть блестящие строчки, объясняющие противоречия между сознаниями традиционно русского и традиционно западного человека. Но речь в стихотворении идет о том, что во время католической службы человек преклоняет колени на низкую деревянную скамейку. А вот во время православной службы становится на пол храма. И вот далее Шульпиков пишет. «Когда говорят о Европе и Азии, о том, что нас разделяет и как мало между нами общего, я думаю, что дело не в языке и культуре, истории или географии, а в одной скамейке, в одной маленькой ступеньке, преодолеть которую невозможно». Очень глубокие слова. Вот, к слову, возвращаясь в свой экскурс, много веков тогда, да, назад, каролинги действительно добились своей цели. То есть символ веры больше не читался, а пился и содержал в себе вот эту добавку. Ну а на протяжении последующих веков церковь методично подчинялась государству. Соответственно, государство методично подчиняло церковь, используя ее как мощнейший механизм, инструмент управления и контроля над обществом. Для этого применялись как классические методы, так и банальный обман. Ну, например, вроде легендарной фальшивки, очень любопытной, так называемой Константинов-дар. Ну, я напомню, что это некий документ, поддельный, где перечислялись привилегии, которые император Константин якобы передал папе Сильвестру за якобы исцеление от проказа. То есть фальшивно. И вот на самом деле, заканчивая экскурс, с тех пор ничего не изменилось. Ну, и те же крестовые походы, в общем-то, просто поменяли свои формы. Ну, смотрите, кто создает сегодня главную угрозу на Востоке? Радикальный исламист. И люди по-прежнему убивают друг друга в спорах о том, чья вера истинна. То есть ничего не поменялось. Или вот смотрите, западная, современная западная церковь, англиканская, к примеру, то самое, где у Бога, как нам рассказали недавно, вообще не должно быть пола, во многом давно уже работает на ту самую диктатуру нового дивного мира. Всего ЛГБТ-пропагандой, цифровым фашизмом и прочими зомбо-штучками. Да, в 21 веке общество уже не столь религиозно, как раньше. Но механизмы контроля остаются, в общем-то, теми же. Ну, с той разницей, это важное замечание, но подумать, что Бога заменили проекцией, а Святой Дух всемогущий цифрой и гаджетом. Переходим к Украине, потому что Украина тут характерный, и вместе с тем, на мой взгляд, особенный пример. Очевидно, друзья, что в основе любой большой общности, или, если угодно, цивилизационного сообщества, лежат две вещи в основе фундамента. Это язык и вера. И логично, что Украина с обретением независимости в 1991 году взяла курс на формирование себя как антироссийского государства, плацдарма, и поэтому она меньше всего хотела получить внутри себя русское сообщество. Это означало, что так внутри Украины могло бы сформироваться государство в государство. Поэтому в Киеве с таким рвением, с такой спесью, с таким остервенением даже набросились на русский язык и на православие. Я напомню, что еще в 1990 году, то есть до распада СССР, на архиерейском соборе РПЦ Филарет стал митрополитом киевским и всея Украины. А УПЦ, Украинская православная церковь, получила широкую автономию. И вот уже в 1991 году началась борьба за независимость Украинской православной церкви под предводительством Филарета от Москвы. Соответственно, позднее за это Филарет был лишен Сана с убийственной формулировкой за диктат, шантаж, клятва преступления и раскол. Кстати, еще один любопытный факт, чтобы вы понимали, с кем мы имеем дело. Когда раскольники из УПЦ объединились с другой, украинской автокефальной православной церковью, то вот это новообразование возглавил так называемый Мстислав по фамилии в миру Скрипник. Вот что любопытно, на тот момент этот Скрипник жил в США и являлся племянником националиста Петлюры. И, собственно, на протяжении всего своего существования УПЦ Киевского патриархата поддерживала все антироссийские инициативы официального Киева. Более того, она одобряла уничтожение людей Донбасса, не считая это грехом, о чем заявлял сам Филарет. И в целом эта церковь вела себя максимально кровожадно и нагло, при этом каждый раз присягая на верность США. Ну, вообще, это, кстати, отдельная тема для передачи, возможно, ее сделаю. Это то, как американские спецслужбы, особенно в 90-е, использовали вот эти все религиозные организации самого разного толка, продвигая на постсоветском пространстве соответствующие жесткие нарративы. И вот человек, идя как бы за тем или иным знанием, за верой, он попадал в нечто среднее между политическим кружком и тоталитарной сектой. Ну, а Майданы, особенно Евромайдан, конечно же, активизировали наступление на каноническое православие в Украине. Не случайно на самих Майданах, я видел это своими глазами, выступали представители религиозных организаций, которые буквально декларировали совершенно человеконенавистнические русофобские идеи и лозунки. Именно эти религиозные организации стали на службу украинских политиков и их кураторов, окончательно превращая Украину в убийственный антиправославный и антироссийский проект. Весьма эффективный, к слову, как мы видим. Тут, конечно, не стоит забывать и о Томасе, который с таким рвением получал, добивался его Петр Порошенко. Кто у нас сейчас? Это ты, про что молится Украина. Украинцы сотни лет молились за то, чтобы иметь украинскую поместную православную церковь. Показательно еще и вот, что об этом мало знают. Перед Евромайданом появилось так называемое обращение церквей религиозных организаций к украинскому народу. Его подписанты, там были баптисты, евангелисты, лютерани, католики, саентологи и прочее, просили Россию не мешать Украине быть частью европейского цивилизационного пространства. Ну вот, что любопытно. Первыми под этим документом значились подписи Раскольника Филарета и митрополита Владимира, тогда возглавлявшего Украинскую православную церковь Московского патриархата. Тут, правда, стоит сделать ремарку, последний, то есть Владимир на тот момент был тяжело болен и вряд ли осознавал, что делает. Ну и очевидно, да, что сначала МСВО, атаки на Киево-Печерскую лавру и вообще на православные храмы по всей Украине только усилились. При этом офис президента рассчитывал быстро захватить лавру. Они надеялись использовать своих иуд-агентов, которые засылались туда на протяжении долгого времени, банально подкупы. Однако неожиданно для себя они встретили серьезный отпор православного Киева, и вот лавра держится. Ну, а теперь используются другие методы. Это тактика провокаций, запугивания как священников, так и паствы. Тактика, которая, к сожалению, уже принесла успех в других регионах. И вот я не знаю, возможно, на момент выхода этой передачи она принесет успех, и не дай бог, конечно, и в Киево, в Печерской лавре. Уж не знаю, удастся ли отстоять ее. Если нет, то из лавры, на мой взгляд, сделают нечто вроде арт-инсталляции. Максимально политизированной, в то же время формально как бы открытой для всех религий. Да, это сюрреализм, но не стоит удивляться, если вдруг в лавре католики будут соседствовать рядом с нацистами, вопящими свои бандеровские лозунги. Мы уже это наблюдаем в других храмах на Украине. Да, действительно, вопросов, проклятых вопросов, на самом деле, очень и очень много. И очевидно, что происходящее с Киево-Печерской лаврой, с храмами, с православием в целом на Украине, это, конечно, результат не только западного и украинского действия, но и во многом подчеркиваю нашего бездействия. И вот даже сейчас, когда бесы по всем фронтам штурмуют православие в Украине, мы официальная позиция выражаем там обеспокоенность. Удивительно, конечно. Впрочем, многие в России даже не понимают и не хотят понимать, что значит для русского человека, для русского пространства, для русской цивилизации Киево-Печерская лавра. И не понимают масштаба трагедии происходящего. А между тем, защитить Киево-Печерскую лавру, как и другие православные храмы в Украине, это наш общий долг. Подчеркиваю, наш русский долг. И вот каждое утро, беря в руки вот этот молитвослов, купленный мною 14 лет назад именно в Киево-Печерской лавре, я, честно говоря, надеюсь, что мне еще удастся туда вернуться. На всем, друзья, дай бог удастся. Это была программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя, близких и помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, мира, любви и терпения, друзья!